Я Идар Муждабаев, и мы продолжаем эфир прямой, подчеркиваю, эфир программы «Буген» сегодня на телеканале АТР. Это мой второй час в прямом эфире, после которого вы, наконец, увидите прекрасную Гульсу Мухалилову с очень серьезными гостями и темами. У меня гость тоже очень серьезный, хотя и не всегда. Это мой давний хороший товарищ, очень хороший, правда, человек. Да вы его видели уже наверняка, Руслан Горовый. Дякую, что запросили. Писатель, сценарист, кто ты еще? Я, знаешь, когда меня питают, намагаются такие темы раскручивать, я скажу, что, знаешь, в первую очередь, сейчас, не так важно, кто я, я себя чувствую просто украинцем, который пытается в этом котле, который сейчас происходит, чувствовать себя украинцем и делать все для того, чтобы мы снова, как сто лет назад, не остались без своей батьковщины. Подписывайся под каждым словом и соцопрос тебе в зубы сразу. Прошусь. Сейчас запрошу. Значит, украинцы ответили Путину на тезу про один народ. За результатами опитывания, большинство украинцев не погоджуется, из-за его президента России Володимира Путяна, что россияне, то украинцы один народ. Результаты опитывания соцгрупы рейтинг. Дослевно, это я цитую, с «Украинской правдой». Большинство опитываний, 55%, не погодилось с нещодавною заявкой президента России Володимира Путину, что россияне, то украинцы один народ, который належит до одного исторического и духовного простору. Но, что ты посмотришься, 41% с этим сгоден. Ну, речь у тим, что 41% уже ничего в голову не вкладешь, кроме матюків, а на телебаченні нам не можно. А что касается того пана, которого вы вспомнили, то хай он почитает книжку Леонида Даниловича Кучми «Украина, не Россия». Бо он тогда еще был молодой, зеленый, кагибист, и, мабуть, погано читал. И там ему абсолютно четко раскладывают все по полочкам, кто и что. Знаете, проблема этих микроцарев, микроцарев всегда в том, что они думают, что их слушают насправді. Вот они написали какую-то статью и думают, что весь свет без этой статьи, до речи, жить не мог. Або еще что-нибудь. Насправді, это такие проходящие речи, про которые не сгадают уже, а уже не сгадают даже за півроку. Ну, хиба, что абсолютно те, что очень сильно на радянский союзовок рукой передерывают. Все другие просто, это наративы, которые интересуют только россиянам, потому что они имперцы. Давай посмотрим, лучше про себя поговорим, про россиянам вернемся. Вот из этих сорока процентов. Я так понимаю, что если, вот знаешь, любовь, или, скажем, стремление к братству изображать ярко-красным цветом, да, то оно идет ярко-красным вот так от юго-востока к Киеву. Оно такой розовенькой становится процентов до, там, тридцати, наверное, двадцати пяти. А дальше до запада уже, там, скажем... Я бы так не малював цю штуку. А как? Я бы так не малював цю штуку, тому что... Ну, можно подавиться, конечно, на выкладки. И по возрасту, и по возрасту. От по веку, это больше, это больше, схоже. По веку... А речь у тим, что мы маем понимать, что за 100 роков, за 100 роков, когда 100 роков назад мы програли визвольные змагания, что сталося с Украиной? Одни загинули за Украину, да? Инши поехали. И третие пристосовались. Фактично, мы маем нацию пристосованцев, так или иначе. Хочем мы того, чи ні? Ну, это нация выживших, скажем так. Окей, можно подменивать там выживших. Конечно, чтобы выжить, безумовно. Но это, фактично, нация, которая построена на пристосовании. Очень сильно, несколько поколений, империя ломала. Перемолвала кистки голодоморами, войнами, констаборами, депортациями. Все. Ну, что же вы хотите, чтобы они вот так ризко... Вот, смотрите, Айдер, раз. Ну, то есть, ты позитивно оцениваешь... Все прекрасно. Все прекрасно. Еще пару, пару роков тому, совсем меньше цифры были. А еще раньше, то вообще все там за один год. Ну, то есть, смотри, из этих 40%, я так думаю, так по-честному, процентов 50, это люди 60 плюс, 65 плюс, наверное. Ну, вот, и их можно зрозуметь, потому что у них есть такое понятие ностальгии, яку никуда... Ну да, типа, все же было нормально. Или, не дай бог, куда-нибудь... В Донецке и Луганске в оккупированном. Або туда. То они асоциируют те с своей молодостью и всем другим. А цифры, наоборот, мне подобаются, потому что тенденция прекрасна. Путин же и понимал, что еще одно поколение... Да, и все. И все. И никогда этого не будет. Ну, значит, сейчас мы имеем наиболее вероятную угрозу широкомасштабного, скажем так, войны и отчаяния. Такой мужского мира. Да, да, да. Империя, знаешь, бывает, что перед самым развалом империя завдаёт очень сильно много клопоту перед тем, который, наконец, кто-то там нагнет и поставит на коленки в угол. Поэтому эти все постоянные муссувания «Мы один народ», поэтому колупания этих всяких там российских, я не знаю, я их не смотрю просто, но мне выносит там скрин, там, каких-то телеканалов, которые весь час там читают украинцев. Дивите, какие они там страшные, какие они там... Один язык, одна мова, один народ, нифига не одни. Они не понимают украинскую, да. Я часто вижу по скринам то, что они пытаются перекласти. Они луплять, а без чего лупить, по площадям. Главное, на своих, на россиян. Чтобы россияни відчули, что что-то из Украины не те. Там что-то очень плохое. Там ужас, их надо спасать. А спасать они будут там скрізь, где есть возможность говорить российское. Поэтому я ставлю эти барьеры, мои дети меньше, принаймні, вообще не знают. Это святомое решение? Абсолютно святомое решение. Ты сам російськомовный же був. Я був, да. Я с російськомовной родины, я пройшла горнило, правда, я трошки больше понимаю, что происходило. И в какой-то момент я святомо перейшел, я вернулся снова на Украину. Я ж теж перейшел на спілкування в побуті украинського мови. Я бачу, я бачу. Так, мені важче за російську. Ничего. Але на побутовому рівні, там же и темы такие, простіше. Тобто мені сложно реагувати швидко, но в побуті я помиляюсь, я ничего страшного не имею. Немає іншого варіанту вивчити будь-яку мову, будь-яку, ніж створити мовне поле. Приїжджаєш там в Америку, починаєш спілкуватися англійською, через деякий час ти говориш англійською. На побутовому рівні, а потім краще, краще, краще. Починаєш читати, сначала вивязки, потом еще объяви в туалете, а потім начинаешь уже читать серьезную литературу. Это про то, как... Так и с испанцкой. Как-то каже, там, какая разница. Ну, есть разница. Потому что эта статистика, вона свечет. Если вырастет поколение, которое не будет автоматически принимать российскую мову, как первую, как необходимо, как без которой не может существовать, а будут так, ну, может, половину хотя бы читать украинскую мову, какие-то молодые люди больше половины украинской мови. Это другой простор. Украинский, их уже не повернено. Если нет никакой разницы, нехай это будет украинский. Если нет никакой разницы, то давайте мы будем украинскую говорить. Это добре? Это правда логично, потому что, знаешь, когда говорят, вот это, почему такой человек умерзает? Говорят, да он с ума сошел. Говорят, минуточку. Почему он не сошел с ума в хорошую сторону? Не начал всем что-то отдавать, помогать кому-то, да? Почему-то, вот, где российская мова, там обязательно еще немножко поговорим и будет ненависть в Украине. Сейчас опять сегодня громкий скандал, там какие-то артисты, режиссеры. Опять не учите нас по-украински говорить. Это мой русский город, там русско-мовный и так далее. Я считаю, что, знаешь, я же, вот, первоважную килькость людей, я их тут знаю, они российской мовной. Вот как-то и перешедшие, частично перешедшие, и так далее. Беженцы с Донбасса, из Крыма, но все равно люди украинскую мову знают и поважают. И для меня это вопрос безопасности просто и будущего. Это не вопрос принижения российской мовы, там, когда нужна она вообще. Я, как бы Россия не напала и не створила те, что она створила, не окупировала Донбасс и не перекалашматила, то есть не перекалашматила Донбасс и не окупировала Крым, да, да, мне 300 лет. Живите там, как хотите. Любите своего царя, ездите один одного в гости, дружите домами, смотрите оливье свое на Новый год. Смотрите. Ну, я не знаю, я уже... Посмотрел оливье, я дуже, насправді, бачишь, я зараз зробил спробу якось звернутися до россиян російською мовою, а насправді, я настільки блоків собі наставив, що я, звісно, що все розумію, але говорити в мене вже таке косноязичие з'являється, ну, з чим я себе і вітаю, насправді, нічого страшного нема. Ну, я більше часу англійською поговорю. Ну, страшного нема. Так от я їм сказав, робіть з собою ще хоть, що хочете. Вообще не цікаво. Залиште нас в покой. Знаете, яку козаксистам. Хто ви? Ми вас не знают. Ми вас... Ні-ні-ні, я ж знаю. Там прислали хороші. Да, вони, я в Росії її добре знають. В Росії її добре знають, я думаю, тому що показали з телевізора вже, я думаю, не ровно. Ну, смотри, вони ж, це касається Росія, це ж стаття для них. Она, конечно, для всіх, понятно, полезно знати, що він хоче, але написана в Росії, я уверен, що за цей год прочтуть всі шкільники, начиная з якого-нибудь класа. Військово обязательно для прочтення, всем. Всем обязательно. Тобто це також вже називається Майнкамп. Я Майнкамп, в принципі, не читав, не хочу. І це не читати, не хочу. Я понимаю, що це идеологія превосходства і оправдання войни. Оправдання войни. І вот, десь като, ну, днями я ходил просто по набережной, тут погулял, там, на самокате катался і смотрел на наших молодых людей, которые веселяться, класно віддыхають, все хорошо, да? І в Росії там тоже не веселяться, віддыхають. Але все-таки Путин своїх людей готовить к войне. А наши люди готовы только к миру. І коли ты начинайся о ком-то говорити, ну, а коли ты последний раз в ТИР ходил, ну, или хотя бы ты думаешь, а потом, ой, я хочу об этом думать. Ну, зачем? Ну, какая бомба? Ну, скорее всего, сюда прилетит волшебник на голубом вертолете і нам там раздаст розових пони. Это я прям почти дословно цитирую, жители Киева, которые живут абсолютно... Это хорошо же, потому что они мирные люди. Но Путин-то своих на войну настраивает, на победу, ты понимаешь? А мы, у нас большинство, по крайней мере, людей, настроено на ничего плохого не будет. У меня все хорошо. Я не призываю там людей спать в гробу там россияне, на ближайшем столице. Потому что местные, которые уехали, у них нема варианта, они их скидают, да? А там сколько его треба, того всего хлама? Вот приезжают из Ростова, продают, например, сколько его стоит? 30 тысяч будет? Ну, 30 тысяч уйоу коштует квартира, которые приезжают, продают там квартиру пенсионеры, купляют тут за 5 тысяч, мают подушку в виде 25 тысяч уйоуе, мают российский паспорт, по которому отримают пенсию, живут в прикласном экологическом регионе, потому что нихера не работает на Танбасе. Ничего не работает? Да, в том числе не работает, для того, что ты сказал. Ничего не работает, они сидят, они сидят соби, курят бамбук, а потом будут рассказывать, что мы тут жили весь час. Або их дети, которые до них приезжают. Ты знаешь, что в Крыму то же самое? Ну, вот. Я просто весь час поддерживаю какие-то отношения с людьми, которые вимушены на том боце. Дуже много чего в курсе, я просто вижу, как это вмирает. Как это вмирает один Танбас, который мы знаем поступово, и создается абсолютно штучный конгломерат Росии с этими паспортами, с этими всеми. Дуже фактически ничего не можно сделать с украинским паспортом, никуда влаштуватися, зрозуміло. Отримати паспорт, даже той ЛНР, ДНР, ціла проблема. А в цей час росіяни роздают свои паспорта. А с ним можно влаштуватись на работу. Вот и все. Все. Дуже ставлять людей в позицию поповерху и расправляются как хотят. Просто физично. Поэтому рассказывать про один народ, я вообще не понимаю, как могла поссориться ЛНР, ДНР и Россия. Вот как они между собой, три русских великих народа, как-то не могут в один объединяться до цих пор. Мога разная. А ты шо? Луганська, Донецка и Московская. Не, я бы хотел увидеть, но раз есть, смотри, тут же как. Луганская народная республика. Там рідний народ. Резний народ. Донецкая народная республика. То есть народ тоже существует. Від Палеолита до ДНР. Да. Правильно. Я считаю. Вот. И я бы хотел увидеть одного переводчика с Луганского на Донецкий. Ты видел таких? Ну да. У нас був такий таксист, який абсолютно мог говорити там на Луганске Луганською говіркою там в Донецке Донецк. Ну конечно, ты же понимаешь, что если не умеешь распределить тему, прийду спрошу как с понимающим. Там же заселено было дуже багато все. Чому Донбас украиномовный поселок? Там не винищуло. Там кто вижив хорошо. А в местах, ну конечно, сколько было всесоюзных будивництв, куди приезжали специалисты, лишались. И все. А потім из них робили доплату за выкладание русским языком. И же было общность советских людей. Плюс тюрмы. Так интересно, вот Путин пишет, что народа нет, мовы нет, при этом переводит на украинскую мову свою статью. При этом, когда ты читаешь эту статью, его даже статью, вот на начало, я там начинал, я не прочитал. Я не могу. Не знаю, украинская мова там, дороже, не погано. Ну ты специалист, же я в Кремле. Да, да. Пришел. Там на Отике сколько закинчивается призывчик. Я, знаешь, это самое, я думаю, ну как такое. А вообще, вот для меня, как человек, который переходит в побыте на украинскую, это наисложнейшее просто менять произношение. Любой русский, лексика, фонетика, любой русский шпион здесь просто будет рассекречен сразу. Вот как это, например, я. Вот сколько я не говорю, там, по-правильному стараюсь, а все равно, что ты там, это самое. То есть, это вымова, это наискладнейшее. И я думаю, что, ну вот, это очень разные мовы, как по произношению. Вообще, очень трудно произношение. Вообще, знаете, надо порадить россиянам, взяти украиномовный вариант статті Путіна и перекласти Google Translate на российскую и подивиться, какие вариантии могут быть. Дуже прекрасное занятие на выходные. Сделайте себе, россияне, если смотрите. Будете иметь массу задовольствия, я думаю, один язык и с оригиналом сравняйте. Слушай, еще нас тут хотел спросить. Ты же постоянно что-то плохое делаешь в плане того, что разжигаешь ненависть к русскому миру, вот это все, да? Что ты натворил останним часом? Я тебе не видел три месяца. Лицо довольное, значит, я думаю, что что-то что-то ты натворил плохого. Речь у тим, что я в своем житті не раз казал и повторюся, намагаюся делать все, что может допомогти українцям стати украинцами насправді. Это все, что касается мови, для меня цикаво, все, что касается украинского контента, мне цикаво. А как я человек, который может создать контент, то сейчас стало так, что уже первый сезон закончился, будет закритие сезону, мы сделали выставу, называется «Човеки не святкують», точи, в этой выставе можно будет побачить все. От войны, любови, зрады, ненависти, московитов, все. Мы там даже писатели того, что пишут всякие статты про Украину, поховаем, чтобы хотя бы те поколения, которые, возможно, не доживут этого светлого, прекрасного дня, могли это почувствовать в театре. А как это? Что, пограно Путину, что, что вы? Там и у нас побачишь. А слушай, я... Дом стоит, Кремль горит. Там Бабченко со своим танком будет. Срочный новенький. Бабченко еще там будет? Ну, Бабченко со своим танком. Короче. Так что приходь. Кстати, я тебя запрошу в цю пятницу, 30 числа, я тебе перекинул квиток. В цю пятницу будет. А где? В будинку офицеров ЗСУ. Ого. И дуже багато будет військовых, дуже багато гарных людей. Привет, гарный, я намагатимся. Да, приходьте, кстати, всех я запрошую. Мы сделали квитки от 100 грн, речь не в квитках, вообще, чтобы они были дешевые, а в том, чтобы забрати какомога больше гарного людей на месте. Там будут, я думаю, еще спілкуваться пару годин после того. Потому что, где мы возили, а мы возили уже, кроме Киева, Харків, Житомир, Полтава, Миколаев, Одесса, Херсон. там просто... Будинок офицеров. Якщо я не помню, 19-го година, это пятница, 30-е... Як у нас там, что у нас сегодня? Який у нас? Наступная пятница. Липня. Забыл, який месяц уже. Я подтверждаю слова Руслана Граво, приходите и берите с собой. Я имею в виду друзей. Потому что общаться еще два часа, он сказал, что после спектакля придется. Да, у нас новости хорошие. Украинский половец встановил новый олимпийский рекорд. Михаил Романчук встановил олимпийский рекорд в дистанции 800 метров вильным стилем. 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 Ничего, нормально. Отлично. Все одно. Романчук выиграв пив-финал на дистанции 800 метров и с результатом 7,41,28. Я ничего не понимаю, но он с этим показателем вийшов до финала. И еще еще украинский спортсмен что там, где есть возможность отчути такие, знаете, объединения, а это будь-якие спортивные заходы, когда болит за своих спортсменов, это прекрасно. Я обожаю все, что с этим связано. Особенно, когда потом человек показывает свой прапор, говорит какие-то слова, спевает гимн. Это же прекрасно. Это показывает в мире, что мы есть. Что нас не забили, не растоптали. Это прекрасная, конечно, девочка, дзюдоистка, которая, кстати, она, видимо, точно из российскомовной семьи, она после в Инстаграме пишет российскую мову, при этом интервью дает, ну, идеально украинская, она, ну, как бы... Ну, есть такие какие-то люди, которые переходят. Есть такие вещи, которые просто с временем все больше и больше будут встанены украинизации. Все больше и больше, потому что подрастает поколение. Это становится прикольно. Это правда, что мне сказалось, что до 2014 года разговаривать в Киеве и в Украинской было так? Речь о том, что я у каждого свое коло спелкувань. И если, например, я спелкувался с людьми, которые переважно украинской, на работе так точно, потому что я с журналистикой, а в побуте раз на раз, а не переходили, то у когось, возможно, такое было спелкувание, что и совсем не было украинской. Ну, мы маем понимать, что Киев Киев сроссищали с величезной скоростью и силой. Ставили на какие-то там пости російськомовных або россиян. Ну, это же было не год и не два. Багато год и все подряд так как работалось. Ну, ничего ты не сделаешь. Знаешь, прикольная штука, расскажу. Про это почти никто не думает. Пробуйте пройтись в будь-якому месту, селе или в заводном покладовище. Вы увидите радикальную разницу после 2013 года. Где-то 2013 и 2014 еще были очень много російських было написано. А сейчас украинских. Наверное, така небе дребниться. Наверное, это потому, что людям не все одно. Я просто знаю. Они російськомовные на самом деле, но пишут украинские, стараются писать украинские. Багато чего идет в сторону украинизації. Я же скажу, что кладовище это тоже подтверждает. Недавно сижу я просто случайно с тремя девушками за столом. Сижу случайно красиво. Все лучшее в мире случайно. Без умов. И они между собой сначала по-русски говорили, потом еще подсел, потом я поздоровался, знакомый подсел. Начали говорить, и они говорят по-русски. Я так на них смотрю, и говорю, так вы же все украинские могли. Я в поводе на украинское перешел, можете мне допомогти с пелкуванием украинское. Они перешли на украинское вольно, не просто вольно, літературною мовою разговаривают, красиво. Я говорю, да вы стали красивее вдвече после того, как я разговаривать. Речь у тим, что есть такая штука, что люди, особенно если они, например, на меня никогда не влияло какое-то оточение, я сильный из самого детства, но это не значит, что так на других не влияет. Ты приехал, влаштовался в Киев на работу много лет назад, тут по-российски все говорят, например, в торговле, у тебя уже наративы спелкувания перестроились, и ты уже пакет брать будете, спелкуешься. И тебе так легче, потому что у тебя эта оперативка не забита. Многие украиномовные с начала перейшли в Киеве. А теперь, когда пакетик дайте украинский или карта у вас есть, даже там, поступово, оно будет вертаться, и ты, когда используешь стали фразы и речения, а большинство нашей мовы это из стали слов. То есть, просто ты их используешь каждый раз один за ним. Все. И человек опять переключится, и все будет прекрасно. То есть, вот такие мелочи, они, кстати, имеют наибольшее значение. Да. Безумовно, потому что мы должны понимать, что людская масса, которая не дает людству полностью себя снищить, вбить, она инертна в массе. Эти ватники, с одной стороны, они тоже частина инертной, они хотят назад агрегатный стан, чтобы они, знаешь, завжди став, чтобы их не рухали. И воно долго, эта штука перестраивается, но когда она уже перестроилась, ей очень сложно будет назад перекинуть. А главное будет вопрос, зачем? Ну, если там ворогу будет, это потребно когда-то, в теории, то ему будет очень долго снова вот так вот все ломать, как мы сейчас привучаем к украинской. у тебя нет ощущения, что в политике у нас сейчас какой-то штиль такой, и даже я смотрю на новости, ну и как по мне особенно нечего обсуждать. речь о том, что моё ставление до влады, в принципе, не только до цели, а в принципе до влады. Чем меньше влада что-то делает, особенно в переходные какие-то вещи, то может и лучше. Потому что, а оскільки у нас, яка влада, сейчас я, когда смотрю, я смотрю, то такое впечатление, что я попал в группу дитячего садочка, и когда ты не можешь там ничего зрозуметь, до кінца, чем оно шокируется, то может и хорошо, что таки штиль. Менше сломаем. Последний вопрос социологический. А за какого из кандидатов из этого списка вы бы не проголосовали за никаких обстоятельств? Я даже не чуя список, я бы всех регионалов выкинул, и всех, кто там таке, что-то схоже на то, что пророссийское. Куда б ты выкинул? Народ опитывает, не тебя, богема. Вы любите себе присваивать голос народу? Эту интеллигенцию, как Ильич про вас сказал. Петро Порошенко категорически ни в коем случае за него не проголосуют 46%. Юлия Тимошенко любовью больше, за него категорически 36% не проголосуют. За Бойко категорически не проголосуют 34%, за Зеленского категорически 29%, за Лешко 26%. Ну, дальше я там уже до Муравьевых уже не будем опускаться, и дальше уже Кира Рудик и Смешко. Ну, вот такая... Я речу тим, что все социальные опитывания, оскільки там в мене, как ты сказал, каже, сусід этим занимается, так, чтобы не раскрывать все эти... Я розумію, что все залежит от того, как ты поставишь питание. Вот все эти компании, они подтвердятся, все вот так вот это... Але, в зависимости от того, как проводится опитывание, как поставили задачу тих, кто его проводит, мы можем поднимать результат. Поэтому эти все речи, это все абсолютно фикция в плане возможного будущего. Ну, это вопрос, который можно почитать, можно не почитать. А вот, когда человек встает, встает, и пойдет на выборы, и она будет выбирать конкретно с головным болем, або еще что-то с ним, або с думой про что-то меньше, и потом с конкретных двух фамилей, не с величезной кількостью, а с каких-то таких уже притаманных, то может зиграть все, что за воду. Тебе парламентский рейтинг. Сегодня прям какой-то завезли на привоз соцопросов. Парламентский рейтинг. Барьер дала эти пять партий. Як бы выборы до Верховной Рады отбывались наиближчим часом, то в парламент могли бы потрапить пять партий, лидируя «Слуга народу». Так, джерло это рейтинг, рейтинг вывел в СССР. Очередуя партию «Слуга народу» среди всех 20,9%. Среди тех, кто имеет намерение голосовать, объединился 24%. Ух ты, який. Ти, наверное, смеялись с Ющенко когда я крейтинг встречал. А ты сам понимаешь, яка была, а сейчас дивишься. Ну, на самом деле, не так он теряет, как Ющенко. Ющенко, мне кажется, горнолыжник в этом плане. Он, мне кажется, как-то упал. Біда Ющенко была в том, что, знаешь, края была не готова. Ни до чего. Опередил свое время. Да, а він не є по суті тираном або имперцем. Вот и все. Иначе б він построив все, что зміг. Иначе б він посадил на його місце вот этого барзописца, що зараз пишет там статті в Росії. І все. І було б, можливо, було б така проукраїнська абсолютно нова конгломерація. Но вот мы чего не знаем, того не знаем. Смотри, слуга народу. Это среди всех и среди кто определился. 21%, а я округляю 24%. Евросолидарность 12% и 14%. Батьковщина 11% и 13%. Вот расскажи мне секрет этого творческого политического коллектива. Юлия Владимировна подписала самые позорные, самые коррупционные, самые ужасные и омерзительные вот эти угоды про газопостачание. Это было одно из поражений в гербидной в гербидной войне страшенных, да? Вот. Ничего в политике вот между выборами я не знаю, что бы они делали. Вот может они что-то делают, но я не вижу. Может в Раде что-то делают, не знаю, да? Это такая любовь, вот это что? Вот эти годы, вот эти они не берут свое совершенно. То есть люди, вот у меня есть аналог только Жириновский. Ну, бачите, як. Речь у тим, что у нас, не в нас, а в принципе в свете есть такой певный прошарок людей, которые с удовольствием слушают то, что им вкладывают в мозг, да? Но иногда боятся, что, не дай Боже, это не случилось. Вот, например, если там какие-то проукраинские силы там говорят, им что-то подобается, думают, ну, а если будет ой, будет жопа там всем. Або там в пакетам это. А тут они знают, что Юлия Владимировна просто говорит. Просто очень красиво говорит. То есть она и плохого типа не сделает? Да, вона, знаешь, я не уверен, что она может сделать или нет, но ставление за великим рахунком в великой большинстве. А что, вона правда говорит? Правда. То, что она никогда это делать не будет, это иначе, потому что я когда-то Лешко сказал, вот, мы пойдем там на выборы, чтобы снова бороться. А что вы до того ходили? Вам кто заважал? Нам заважали олигархи. Так, какой сенс за вас голосовать, если вам опять будут заважать олигархи? Ну, короче, троллили его народ, я читал там. Ну, вот, бачите, он пролетел с этими выборами, был такой самовпевненный. Но он не такой красивый, как Юлия Володимировна. Юлия Володимировна просто ухоженная, красивая женщина. Это правда. На четвертом месте аппетитационная платформа за смерть Украины, за жизнь. Я вот это G-O-P-A, эти аббревиатуры все, я их не дуже сприймаю, не помню. 11% и 12, да и 12. То есть есть у нас совсовка любителей трехи, да. Но самое для меня интересное, украинская стратегия Гройсмана проходит Верховную Раду пока с 5% Важко мне что-то сказать, потому что, по-перше, мне это... Много мы не видим, не знаем, мы в своей бургушке живем. Мы сегодня там эти вопросы смотрим, а я же говорю, а когда будут выборы, расклады могут поменяться вот так. Потому что еще есть, никто не забывает политические игры, какие-то подстают скелеты со шкафов, серые кардиналы начнут... Смотри, вот ты только с виду такой богемный, а на самом деле ты политикой интересуешься, и с людьми общаешься. А вот есть какое-то желание у кого-нибудь создать какую-то третью... Ну, то есть у Порошенко слишком большой антирейтинг, Зеленский многим не нравится, уже, допустим, да? И вот здесь некий... Ну, очевиден, это в вакууме есть. То есть запрос на еще одного конкурента, но он точно есть. И Юрий Владимирович это классная, красивая такая икона стиля, да? Но все-таки нужен действующий какой-то политик, который станет, ну, как минимум третьим. Ну, тут уже все старое чемпионизует, а все уже, ну, не знаю. Так. Ну, и про кого-нибудь слышал? Чутки? Якись там... Кто не бажает? Може и бажать. Речь о том, что, девять, я в своем житте просто не встигаю сильно за этим следковать. То есть, если я еще за этим буду работать, я просто ничего в этом в жизни не буду встигать. Поэтому я тримаю там ближе до выборов нос, поветро, и, конечно, следковую ситуацию, яка стосуется меня, так или иначе, как гражданина, но глубоко я в то не влажаю. Слава Богу, мне есть возможность этого не делать. Иначе я просто... Ну, политика меня съесть. Я просто уже не лезу. Я намагаюсь отмечать, насколько это возможно. Я знаю точно, что я никогда не был в партии и ни в жодной партии не буду. Это 100%. Но симпатии есть у тебя? Ну, симпатии есть, как у всех нормальных людей. Проукраинские партии в меня набагато больше вызывают симпатии, ну, это понятно, чем те даже срединки, которые туда и сюда. вот блаткая партия, ну, как была, блаткой, а, кстати, партия Голос, да, партия. Ну, Е, Вон Азарас. Вон Азарас. Лайна изразумела, чем Вон Азарас. Вот пример того, как украинские либералы, такие младореформаторы, либералы, пошли во власть, и что же они сделали? Разметали в пух и прах семейный очаг. Вот, пожалуйста, 1,7%, 2%. То есть практически шансов у партии, хотя так красиво все было, и Святослав, Викорчук, и все такое прочее. Что опять не склеилось в этом королевстве? Понятя немае, что не склеилось, знаешь, знаете, я поясню. Можливо, один из моих таких думок, тому, что все-таки туда ишли вроде как сведомые люди, на отмину от слуги народа, которые забрали, брали кого за угодно по деяким регионам, там просто цирк. Просто никто не хотів, брали уже кого за угодно, и они попроходили. То тут люди йшли со своими амбициями. И вот это... Ну, по крайней мере, так казалось. про многих людей. Нет, они и есть амбициями, просто выявилось, что их разъединяет набагато больше, чем една. А что же их так разъединяет? Что там, одни за коммунизм, другие за фашизм, или одни там... Кроме личного, я там никаких разъединений не вижу. Ну вот, бачиш, значит, это постулат про двух гетьманов из трех украинцев тоже. Ну, есть я не сильно туда лезу, я просто розумію, что, хотя там я знаю порядных людей, но так вышло. Это будет урок для всех. Это будет урок для всех новых, скажем, молодых либеральных партий, как не можно себе поводить, как можно втратить абсолютно кредит доверия за короткий термин. Вот это как раз пример утраты доверия, а не Зеленский. Вот Зеленский, он все-таки плавно снижается. речь у тем, что, бачите, Зеленский, он же будує свою партию по принципу я сказал, вы сделали. Поэтому там эти фотографии свадебные, какие-то там еще, они сидят на попе ровно и просто голосуют, как им скажут. Знаешь, я тебе еще одно интересное наблюдение скажу свое. Не записывай меня в Зеленбот и мне парахобот делать нечего. Я просто то, что думаю. Вот ко мне приходят сюда в Эфир с кем-то общаясь со многими, многими, человек 10-15 точно знаю, да, депутатов и Слуги народа, которые как раз не из фотографов. Я разумею, там не может быть стильки набранных, как и мне кажется, что вот в этой партии Слуга народа наберется человек 50, 60, 70 точно людей с такими же мозгами, как у нас с тобой. Так вот великая имоверность, Айдер, я тебе недавно закинчить, что вот это и есть, и решки с голоса, еще и еще кто-то объединится и будет наступна сила. А вот зеленые фотографии там и остаются на гребне истории. В партии фотографии. Вот побачишь, вот мы можем, знаешь, на один доллар, на один доллар. Что-то знает, прикидывается писателем. На доллар поспорим и может або ты, або я цей золотой доллар повисим соби где-то. Хватит. Я, розумяю, что я не очень люблю с политиками проговорить их имя прозвища еще, потому что я очень четко понимаю, что говорите, говорите, а вы не плутали прозвища. Я не люблю никого рекламировать. Все, про политику закончили. Не, просто, чтобы ты розумерили. Начали все, к чертовой бабушке. Давай-ка про украинский, про украиномовный, про украинский патриотический контент. Вот, недавно мне один человек привел страшную цифру. Он зашел, есть такой абсолютно честный рейтинг, называется скачивание iTunes. В этом рейтинге девять композиций, это речь идет про музыку. Из них, по-моему, четыре баста, четыре Моргенштерна одна какая-то украинская и одна какая-то украинская попса. Окей, так. Ну вот, Путину при таком раскладе особенно и воевать-то не надо. Вот, захват мозгов, потому что Моргенштерн и Баста, это вот как раз мы один народ. А что вы нам мешаете на Басту смотреть? Ну, подумаешь, он за оккупацию Крыма, подумаешь, он там нас родины лишил, подумаешь, Моргенштерн там доверенное лицо Путина или кто там пропагандист Русского рейха. Не мешайте нам это слушать, да? Вот это не мешайте слушать, под эту музыку как раз нас и захватят. дивись, хорошо, какие варианты? Если страна не выстоит свои интересы на законодательном уровне, а у нас же таки сами, там, письмо по роялю играют, понимаешь? Ну, Между собой они же, ну, это все одного поля ягоды, були, то мы же не можем, знаешь, вроде, как все хорошие люди, да, я в тебя же не заберу там гривню, а ты в меня. Вот. Если у нас такое ставление, то инше все иде в биг морали. Только морали. Больше ничего ты не можешь запропоновать. Значит, учить себе, дети будут наследовать вас. Варіантов больше нет. Еще одно поколение и будет простейше. А у тебя нет ответа на такой вопрос, почему вот началась опять история унижения Украины. Многие украинцы, люди, которые тут живут давно, всю жизнь со мной спорят, что тебе так обидно, ты что-то самый украинец, что ли? Что тебе все это баста, дай нам это. Говорю, ну, мне за Украину обидно, например. И мне? Вот приезжают эти мумии, тролли какие-то поперли, какой-то Парфенов, который украинцы считают за насекомых, и эти насекомые наполняют зал, и он видит эти глаза кроликов на удава, и он считает, что все украинцы такие, понимаете? Ну, то, что он считает, меня вообще мало что-то интересует. Речь у тебя, что мы должны понимать, что и на украинских артистов ходят все больше. То есть, не можно так на Парфенова ходить, например, а на Бумбокс не ходят. Это не правда. Ходят и на Бумбокс. Инша вещь, что меня очень ображает, когда у человека не складаются пазли, и он ментально ходит и туда, и туда. Ну вот, знаешь, для того, чтобы стати, для того, чтобы стала тебе позиция какая-то такая тверда щодо чогось, надо, чтобы все же сталося. Надо, чтобы все же сталося. Або... Войни мало. Войну не все бачили. Войну дуже не все бачили. И война, война, вот такая война, знаешь, с канонадой, с тем, что было очень опасно, это 14, 15, 16 рік. А сейчас вроде есть война. Да. Но и где оно, что оно, и вот так вот и отбывается. Смотри, я обвиняю в этой истории, во всех этих бастах, во всех этих нет войны. Сейчас тебе скажу, что оказывается, год назад, кто хочет, может отпраздновать, но как по мне, так праздновать нечего. Вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе. За это время было записовано, это следующее предложение, за это время было записовано 1995 обстрелов, да? год назад, ну-ка давайте-ка, у нас тут калькулятор имеется. Так и что, слушай, что там считают? Ты бачишь, загибли, есть. Каждый день загибли, загибли, травмовые. Но я хочу точно посчитать, вот 1995, на 30 жизни, делим на 30 жизни, мне плохо с математикой. приблизно. 5 с половиной. Ну, бачишь? Бачишь, у меня с математикой погано, но я тоже понимаю. Ну и что? Так и что? Еще раз тебе скажу, стати украинцем, да? И жити на территории Украины, это разные вещи. Багато чего має включиться. У нас майже 100 лет нагинали, ломали, перемеливали, переколгочили это все. Неможливо сделать за 30 лет. Саме тем, повертающись до разговора, Путин напал. Саме тому война такая затяжная. Он понимает, чем больше он будет это все затягивать, тем в Крыму будет вырастать поколение, которое будет вважать себя россиянами. На том Донбассе эти старики поумирают, а внуков им попривозят. Они будут говорить, а я в детстве до бабушки ездил в Донецк. Там пили птички, бегали кабанчики. Было очень хорошо, красиво. Там старый стадион развалился. Ну а что, там ничего не працюет? Майже. Потому что там экология рванула, да? Экология там прекрасна. Грета Тунберг должна посетить. Я разговариваю зі знайомим, я говорю, тут так прекрасно, говорит, экология прекрасна, ніхрена майже не працює. Зато, каже, коли ти сидишь у себе в хаті, а потім відкриваєш двери, то як в казці про Кая і Герду, тут у тебе вроде так твій мірок літо, а там осень, весна зіма страшне, бо там злі люди, які не розуміють, що робити, як робити, всрати місто, ну все. Про контент опять. Я считаю, що виноват, давайте я не блют, знаєш, там, надо вот это ждать, там, коли проплывет труп врага і так далі. Вот конкретно организатори этого Атлас Уикенд, київський крупний федиваль, да? Еще какой-то уикенд, там 8 груп российских. Что вы там их ищете? Зачем вы их нам привозите? Просто в принципі, зачем? Вы польських, литовських не хотите привезти? Латышських не хотите? Эстонських? Может быть чешських? В мире 220-240 стран. Может быть, я хочу послушать какой-нибудь хороший джаз из Папуа-Новой Гвинеи? Почему вы меня из Ростова, из Москвы везете? И непонятно, от кого. Дальше. В Атласе Меладзе. И вот, конечно, Меладзе сам туда приехал, но нет же. Нет. Вот этот меньшевартый менеджер, который, ой, давно я не... Что там у Меладзе песню какую-нибудь? Давно я не танцевал бухой на корпоративе под песнями Меладзе. Повертаемся, повертаемся до того, что я сказал. Цей світ єдиный для шоу-бизнеса. Был багато років. Вот они пытаются снова его шить. Або вони намагаются шити, чтобы просто заробляти. Просто деньги. Давайте говорим, это бизнес. Это бизнес. Это бизнес такой самый, как и крадежка нафты. Катсат все время подползают и спокушают. Я же знаю, что они и Хлевнюку звонили какого-то времени и в Бумбокс, еще кому-то. Просто кто-то включается. Хтось включается и понимает, что он не может перейти певный барьер. Не может никогда. Как рвотный рефлекс. А у кого-то он со временем снижается. А кто-то скажет, ага, вы там вообще не знаете, чи завтра будете дружить, чи нет, а я їсти хочу сегодня. Вы ездите сами на машинах, а я, наверное, на самокате на вашем по городу. Я тоже хочу ездить. И я всех понимаю, что это такие гвинтики одними системы. Да. А есть люди, которые принциповы. Есть люди, которые принциповы. И контента украинского стает все больше. И в поп, и в рок, и в джаз. И в нормальном. Зато оно развивается за плюс-минус нормальными канонами. Потому что телевизор у нас, он никогда не был. Тут брали специальных людей своих. От пул набрали. И они крутят. Так само с центральными радиостанциями. Они не хочут ничего нового. Зачем? Зачем? Надо, чтобы Малиновкий заслужил голосок, будет слушать там тетя умовно. Ну я умовно не знаю. Ты хоть не сдавай на всем зрителям, что мы помним такие вещи. Ну я старпер, что ты хочешь? Я не мог вспомнить что-то такое, чтобы вообще не было ничего. Непонятно было, с кем. Ты бы еще это. Половина людей. Хорошо, половина людей даже не знает, про что говорить. Вот. Вот. Вони не ставлять. Але насправді дуже багато пісеней. От у меня проект «Так працює память» з Данёю Дідіка. Ну вот уже 102 пісні. 102 пісні українських артистів. Вони абсолютно різні. Я все це прекрасно розумію. І рівень, і это. Але я побачив одну тенденцію, яка мене от так вот бентежить. Розказую. Дуже багато колективів, які співали російською мовою, українських, переходять і випускають україномовні альбоми. Це, знаєте, це розуміння дуже важливих процесів. Що тут вони свої будуть українською мовою. Це, знаєте, як Мерседес все-таки українські віті вже вставляє в свою машину там, ну, як в приборку. Ну, і все більше на улиці музыкантів співають українською мовою. Вот. Потому що і там це бізнес, і там це бізнес, і тут закони якісь розвитку дають. Уже нас не отожістують. Все-таки эти мумітроли, эти муміладзи це все-таки отрижки вже. Ну, звісно. Тобто вони не повернуться в тому об'ємі, в котором вони були. Ні, це така геронтологія, яка... А Моргенштерн, Абаста. А где український реп? Дивіться, я не спеціаліст, щоб розказувати, ну, як нема українського репа, а калуш візьми. Просто ми маємо розуміти... Почему вони забивають із 10 позицій 8? Тому що, ще раз кажу, агрегатний стан у людей, у суспільстві такий, що вони щось звикли, і вони слухають. Але поступово, поступово все буде. Я боюсь, знаєш це що? Що ми-то такі правильні, чуваки сознательні, типо, знаєш, от можемо перейти на побуті на українську мову, можемо дітей виховувати українську мову на своїх цінностях принаймні, да? Але є від якась категорія людей-холодильників, у которых ростуть діти такі, тоже холодильнички такі, да? І які, дійсвітньо, в якому це в ухо все влітає. І от вони бачать, от наш Мургенштерн приїхав, от наш Баста. І от вони підсознательно, а потім вони починають переписуватися з такими же фанатами з Росії. Те йому, да у нас круто, у нас Путін, порядок, да, смотри, Баста, у вас Бургенштерна, Баста нет і так далі. Ти не бачиш, що нас переіграють от так зайдя спереди? Слухай, все в цьому житті може бути, все. Але ту тенденцію, яку я бачу, ти, от при всьому тому, на букву Г, яке ти перерахував зараз, порівняй, порівняй цю ситуацію і три роки, порівняй і п'ять років тому. І от в тій парадігме ти зможеш зрозуміти, що відбувається. Ще через рік ми з тобою зустрінемося. Буде теж купа всього, бо вони весь час свої щупальця московицькі запускають. Але поки що, все, що я бачу, введе відмордера. Відмордера. Навіть в тому комплексі, який ти описав. Потому що ми ж зараз з тобою, оскільки нам це болить, ми говоримо про Росію і її вплив. Ми ж не беремо те хороше, яке сталося за цей час. А дуже багато чого сталося. Мовний закон, як би не пищала та вата, це прекрасно. І квоти, які свого часу ввели, хай вони зараз будуть там хитатися, це прекрасно. Навіть з порушенням того, це дало не просто шанс. А є люди, які це як із церквою. Вони зараз пошли в українську церкву. Бо тут Томас, бо тут це саме, бо ті вже єрітики. А Росія ж, вони ж ніхто нічого не хоче знати, згадувати, як Росія здобула признання. Вони ж були відступники, забрали там, вкрали, посадили. І ти починаєш їм розказати, вони дивляться на тебе, і кажуть, Вера, не терпеться. Я тебе сейчас порадую. Давай. Огромный какой-то, я вот одну цифру не можу найти, но от противной цифры скакануло. Только 8% украинцев опрошено, считають, что правоприемником Київської Руси Москва і Росія. А стало бути остальні, в той чи іншій мере, считають, що... Ось тут сильніше, сильніше пішло. Ну вот, і воно все рухається. І це, ну це, знаєш, це уход від меншевартості, це уход від вторичності, від того, що ми завжди вторі. І ці люди, кем вони не були, все рано, вони все більше починають задумуватися о тому, що ми, блин, ми не вторі все-таки, ми все-таки пері. І, знаєш, це капає по капле, і це дуже важливо. Безумовно, Московій як такої, що це організм без серця. Вони ж розуміють, що їхній умовний пуп, походження, що завгодно колись, зараз в Україні. Тобто це ж українці прийшли, там щось, начинали там якісь опановувати землю. Вони ж себе до Татарстана, там до чуді, там не причисляють. Вони намагаються весь час сюди. Саме тому вони сюди і лізуть, щоб об'єднати, от ми єдина нація. Насправді, там же ж, ну, куди? Про що ми говоримо? Ну, це все. Комарі, комарі над Москвою рікою. Ну, росіські, це якісь бомжі, знаєш, які все слоняються, слоняються. Одного щось стирять, то другого щось стирять, то третєго щось стирять. Ну, це все. Дуже, з уявою того, бо я знаю багатьох прекрасних росіян, прекрасних людей, але от нація виглядає саме так, як ти описав. Дуже не бомж, а, знаєш, такий наглаватий сусід з ножом, який знає, що ви йому нічого не зробите, бо ви на 20 кілограм легші. А ще в нього є ножик, тому що в нього там свої кузні, ну, як у них там свої газ, воно є, і в них ця зброя є. І воно легко запускається в це. Він захоче тобі виб'є двері, захоче накакає на лоджі, захоче твою там подушку поріже, а потім сяде у тебе в кухні і скаже, слухай, ну ми ж браття. Наливай. Наливай, давай. О, кстати, про це побачите ж теж. Якщо попадеш, прийдеш, побачиш у виставі теж, там є момент. Ми тут иногда займаються кацаповеджением русофобії. Да, я дивлюсь, сейчас відчастлився. С одним небезызвестним. І вот ми прийшли к вводу, це наблюдення Леси Подровянського не має, але я почав над цим думати. Вот, он говорит, ну скажи, має є хоть одна нація в мире? І я правда пока не нашел, я опрос провожу такой медленний, в который вот люди задають друг другу вопрос. Ти мене уважаєши чи нет? Вот подойду і спрашиваю. Нисколько времени там, есть ли у тебе свободна минутка, там, не как дела, даже вот самый банальний вопрос, а уважаєш ли ти мене? Ну понятно, що после определенных доз в измененому сознанию, но це то, що їх гложат. Т.е. неуваження к себе, вони пытаються где-то найти, що ти в цьому всьому бачиш надію. все ж таки. Абсолютно. Минута осталась. Почему вони бьют дітей комунікація заміняється зламана комунікація? Думаю, в общем-либо оба і сидим не infection. Спасибо Руслану Горовому, спасибо вам, что смотрели. Собеседники у меня веселые, содержательные, неординарные. Приходите в 7 вечера в Дом офицеров в Киеве на выставу, на пьесу Горового, ну там 100% будет интересно. Это все наш круг общения примерно, такие же чокнутые. Так что я всех жду. А далее через буквально 5 минут в студии АТР Гульсум Халилова прекрасная будет. И я ей передаю свою эстафету ведущего на размобных эфирах. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине!